В Астане прошел первый специализированный форум. Он собрал свыше двух тысяч аграриев со всей республики. Какие основные задачи поставил перед правительством и аграриями Касымжом Артокаев, расскажет Валентина Леонова. В рамках первого форума работников сельского хозяйства глава государства Касымжом Артокаев отметил, что аграрному сектору страны необходимо придать новый импульс. В нашем регионе много передовых хозяйств, среди которых КХ Конвишер, где занимаются разведением коров молочно-мясного направления. Всего в хозяйстве более 350 голов КРС, молоко которых используется для приготовления известных по владарцам молочных изделий. О планах развития отрасли рассказал глава государства в ходе работы первого форума работников сельского хозяйства. За 70 лет с начала освоения целины в Казахстане аграрная сфера претерпела значительные изменения. Сейчас наша страна занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ. Входит в десятку и крупнейший государств экспортеров пшеницы является лидером по экспорту муки. Казахстан опережает страны СНГ в глобальном индексе продовольственной безопасности. Как отметил глава государства, залог богатого урожая – своевременное финансирование посевных и уборочных работ. Ежегодно фермеры испытывали трудности с посевной из-за задержек по выплатам. Поэтому, по моему поручению, льготные кредиты на весенние полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года. В результате фермеры смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти и другие необходимые товары и услуги. Также президент остановился на вопросах дальнейшей цифровизации и автоматизации агропромышленного комплекса. За последние пять лет количество цифровых фермерских хозяйств в стране выросло почти в шесть раз и достигло сейчас уже более двух сотен. Предстоит ускорить перевод всех услуг и процессов в отрасли в электронный формат. Алгоритмы получения субсидий и преференций должны быть максимально простыми и понятными для агрария. А информация о них доступна по форме и содержанию. Всего в работе форума приняли участие более двух тысяч аграриев со всей страны. Среди участников глава крестьянского хозяйства нашего региона Анатолий Конвишер, который поддерживает инициативу главы государства касаемо заблаговременного финансирования пассивных работ. Основные я бы выделил решения, которые были приняты и озвучены президентом. Это, наверное, первое, это то, что сейчас, допустим, ранее было так. Март месяц и только начинаются выделяться кредиты для получения дистоплива и закупа семян. Сейчас президент дал поручение, чтобы все это было сделано в декабре месяце. То есть уже заранее подготовка к будущему, так сказать, сезону. В хозяйстве занимаются разведением коров молочно-мясного направления. В этом году КХ отметила 20 лет с момента образования. А начинали с малого, всего с 10 голов. Сегодня это достаточно крупное племенное хозяйство. Молоко, полученное от буренок, реализуется на предприятиях города. Часть его уходит на изготовление известного по владарцам кисломолочного продукта на Рене. Но у многих сельхозтоваропроизводителей существуют определенные проблемы со сбытом продукции. Президент дал поручение правительству, чтобы именно у товаропроизводителей скупали, государство скупало. То есть таким образом будет гарантированный сбыт и работа соответствующая сельхозтоваропроизводителем. В хозяйстве трудятся 14 человек. Как отмечает глава КХ, этого количества вполне достаточно, поскольку предприятие оборудовано современными доильными аппаратами и системой навозоудаления. Все работники проживают в благоустроенном жилье. Бесплатно получают молоко и мясо по удешевленной цене. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Ертесакпарат.